Так, да, Сергей, я вас понимаю, если ваше имя правильно, Серж, как бы, да, вы пишете, что работали на круизном лайнере, вот такая ситуация была и у моей коллеги тоже, да, и если английский не сдашь, то, да, три попытки с корабля просят, да, такая ситуация мне тоже рассказывала, она именно, именно эту, как бы, ситуацию, вот, и теперь, а мы уже, We are running out of time. У нас есть буквально две минуточки для того, чтобы ответить на девятый вопрос, который был задан здесь у меня уже во время стрима. Итак, вопрос. Вы рекомендуете кембриджские пособия для занятий в начальной школе? Смотрите, опять же, цель какая? Цель экзамен или цель дать general English? Вопрос, вопрос второй, который у меня для вас, да, по чем вы работаете? Не обязательно, если вы сдаёте, даже если вы готовите кембриджским экзаменам, не обязательно брать именно кембриджские учебники. Я, например, по началке пользуюсь family and friends, мне очень нравится этот учебник, он оксфордский. Что мне нравится в нём? Мне нравятся в нём герои, что там family, что там friends, что там не какой-то там собака-пёс, я не знаю, там собака-кот или ещё кто-нибудь, не какие-то там пятнышки, говорящие, типа Spongebob или ещё чего-то. Там обычные герои, там обычные люди, там классическая структура учебника. Первая страничка recap, вторая страничка грамма, третья страничка listening, четвёртая speaking, пятая writing, да, то есть мне нравится классическая структура учебника. Но при этом, при подготовке к экзаменам я пользуюсь кембриджскими тренерами. Вот это что важно, если вы хотите началку вывести на экзамен. Подробнее на эту тему я приглашаю вас на следующей неделе. У меня будет в методической песочнице вебинар. Анонс я сделаю буквально на днях. На следующей неделе это будет, если не ошибаюсь, где-то восьмого или шестого. В общем, как-то так у нас. Или даже четвёртого в конце недельки у нас будет на следующей неделе вебинар в методической песочнице как раз по пособиям для кембриджских экзаменов. И про началку буду рассказывать, и про следующую, и про среднюю школу тоже. Так, ну что ж, на этом, пожалуй, всё. Спасибо вам, что были со мной. Спасибо большое за ваши вопросы. И надеюсь, что вы получили необходимый совет, и что вы сможете его адаптировать теперь просто как бы на себя. Да, я говорю ещё разочек, что нет универсальных ответов. Применяйте всё к своей ситуации. Но любите своё дело, любите своих детей такими, какими они есть, и вы увидите, что обязательно, обязательно, обязательно оно вам всё откликнется и ответится. У нас самая лучшая работа, потому что это самый rewarding job, который только бывает на свете. Но вы никогда не получите назад ответ, если вы сами не вложитесь. Чем больше вы вкладываетесь, тем больше вы получаете. Если вы не получаете, значит, уже идите назад, отматывайте, что не так. Что не так. Возможно, я дала не так, а возможно, это просто не мой ребёнок. В этом случае без боли надо расставаться, и у вас ещё появятся именно ваши, ваши, ваши ученики. Ну что ж, спасибо всем. Желаю вам прекрасной и продуктивной недели. До скорой связи. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, и через две недельки я снова выйду в эфир для того, чтобы дать вам не ответы, а советы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова